Володя Я, когда к нему домой пришел, смотрю, у него дома нищета, ничего нет. Можешь себе представить, ты кем работаешь сам? Кем ты работаешь, а? Кем ты работаешь? Учишься? Значит, нищету представить можешь. У него, знаешь, дома ничего нет, мебели нет, посуды у него нет. Вот это на кухне у всех стоит, это как это? Да при чем здесь холодильник? Жена, на кухне жена должна стоять. Жены у него нет, одни пробирки, пробирки, пробирки. Я ему говорю, Ферапонт, о, его Ферапонт звали. Ферапонт. Я говорю, Ферапонт, я говорю, смотри-ка у тебя грязи по колено, а тараканов что-то не видно. Он говорит, есть. Есть, но их, говорит, незаметно. Я, говорит, такой порошок придумал. Они его нюхают, и их не видно становится. Стряхни. Стряхни. Я говорю, ты на людях-то не пробовал? Он говорит, не-а. У меня, говорит, стимула нет. Стимул знаешь, что такое? Стимул знаешь, что такое? Нет? Я тебе расскажу. Руки вот так соедини. Руки вместе соедини. Соединил? Я тебе конфету брошу. Хорошая. Из Москвы вез. Таможню прошла. Два раза разворачивали, проверяли. Конфеты, не конфета. И те проверяли, и здесь проверяли. Конфета. Понимаешь? Руки держи так. Вот эту перехвачицу в беленьком отодвинься. Поймаешь? Аристарх. Лови. Поймал? Это ещё не всё. Подожди. Тебе двадцать долларов передам. Передай ему. Передай ему. Давай, ну держи. Видишь, как у тебя руки потянулись? Вот это и есть стимул. Понял? Я ему говорю, дай. Я говорю, мне этот порошок. Дай. У меня стимул был. У меня был стимул. Мой начальник взяток. Я говорю, дай порошок. Дай. Я его навсегда отучу взятки брать. Он мне этот порошок дал. Я домой прибежал. Прибежал. Вынюхал этот порошок весь. Весь вынюхал. Чтоб мне часа на два осталось. Пошёл вверху. Смотрю. Всё. Меня не видно. Не видно. А пиджак и брюки это видно. Я-то себе всё быстро снял. Пиджак, брюки. Всё. До голова разделся. Можете представить? Ничего смешного у меня тогда не видно было. Только я из квартиры вышел. Смотрю. Из квартиры напротив соседка выходит. А я не знаю, видно меня, не видно. Первый раз. Мы с ним в лист заходим. Я на нервах весь, весь на нервах. Я говорю, мне на первой. Она на первой нажимает, так оборачивается. Я на первой вышел давно. Она всё стоит на первой нажимает. И говорит, ты мне конфету отдал, нет? Видишь, порошок действует. Конфеты не видно уже. Видишь? Я тебе говорил. Я тебе дальше рассказываю. Я, значит, к этому начальнику добрался. Нормально. Всё так. В дверь ему звоню. Жена дверь открывает. Говорит, кто там? А меня не видно. Она дверь открыла. Я говорю, никого там. Все уже здесь давно. Что с ним было, ты не представляешь. Она так перепугалась. И на кухню побежала. А у них в коридоре посуда стоит, на взятке купленную. Ну, некуда уже стоять. В коридоре посуду. Я беру первый попавший в сервиз. Какой был? Беру прямо его. Иопл так. Это ты дома, блямс. Понял? А у меня другой звук был. Я беру его иопл. Бездень. Разницу между блям и бздынь знаешь? Блямс – это блямс, и всё. А бздынь – это полный бздынь. Никакой блямс не поможет. Жена из кухни выскочила. Как бздынь увидела. Ты бздынь хоть раз видел? А полный бздынь не приведи к тебе Господь. Жена, как бздынь увидела, как закричит, говорит, что ты наделал, уродка сорока. Но начальника по имени и отчеству – уродка сорока. Косорокович выходит. У него правая косорочит немножко. Он это тоже бздынь увидел, говорит, ты чего? Я тут при чём? Говорит, замолчи ты. Как он слово-то ей это сказал? Ты знаешь, их сейчас по телевизору часто показывают. Они всё время у вокзалов, у ресторанов, всё время индивидуальной трудовой деятельностью занимаются. Не кооператоры, короче, как-то. А он говорит, замолчи ты. Индивидуальная трудовая деятельность. Твоя. Или моя. Может, у них совместная какая, я не знаю. Я не могу, когда такие слова говорят. Не могу, когда плохие. Я пошёл в комнату, у них там телевизор стоит, последнее известие перед диктор выступает. Что я сделал? Я звук у телевизора убрал, и голосом диктор говорю. Диктор только рот открывает. А я говорю, добрый вечер, товарищ. Как мы вам уже сообщали. Перпертухин Иван Васильевич, это начальник мой. Перпендо. Эй. Перпендо. Эй. Был изобличён, как злостный взяточник. Тот сразу. Я говорю, а сегодня состоялся суд над ним. Суд приговорил его к высшей мере наказания смертной казни с последующим принудительным лечением психушки. Что с ним было, ты не представляешь. Он телевизор сразу на другую программу, тык, а там уголовник. Он только пришёл, тык, уголовник говорит, ещё раз так сделай. У тебя ни одна больница по блату не примет. Он перепугался. Сразу на другую программу, тык, а там Кашпировский. Понял? Давай переключи меня на другую программу. Трик, я тебе Кашпировскую покажу. Трик сделай. Трик сделай. Это ты выключил. Трик сделай. Трик. Смотри Кашпировскую. Трик, он... Трик сделал. Один. Трик... Трик. Трик... Трик, двадцать девять. Трик. Трик. Я уже психотерапевт. Трик. Трик. По-моему... Не подведи меня. И он как нашел руками-то. А там люстр хрустальный, и он рукой задел, и она опал. Бздынь, правильно, мать! А жена в дверях стоит и говорит, опять с ней ты, урод, косорок! Ну, он уже весь затрясся, все, к аптечке бросился. Там у него валерьянка, спирт, все стоит. Начал себе валерьянку в стакан накапливать, а я ему еще спирт ушарахнул. Правда, через край перелил, на кресло провелось. Он берет этот стакан, так с залпом, хлопись! И в кресло, хоп, а там мокро! Он вскакивает, жена к нему подбежала, так принюхалась. Говорит, это же, говорит, как надо пить! Чтобы организм не успевал спирт перерабатывать! Тебя, говорит, что уже, будильник не срабатывает? Ему, говорит, не смей ко мне даже пальцем теперь прикасаться! А я там рядом стоял, я ей ладошкой так, хоп, по индивидуальной трудовой деятельности! Какой там потом бздынь начался! Ну, до дома я нормально добрался, все, вхожу в подъезд, в лифт вошел, а там эта соседка все стоит на первой ножке! Думаю, ну, я ее сейчас разыграю, пока мне не видно! Я говорю, тетенька! Мне на двенадцатый! Тетенька! Мне на тринадцатый! Тетенька! Она на двенадцатый нажал, так оборачиваюсь! Говорит, дяденька, а что это, говорит, вы в таком виде? Я как глянул, все проступило, все! Порошок кончил действовать! А когда, не знаю, может, я так по улице шел? А я же еще пою, тетенька! И молчать неудобно! Я говорю, а я с маскарады! Она говорит, а что без жены? Я говорю, у жены костюма нет! Она говорит, что даже такого? Я говорю, да! Зарабатываем мало! И все, на взятки уходит! Ребят, ну, если дальше так пойдет, мы все голые ходьбуем, надо перестать взятки давать! И все! Понял? АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова